Приветствую, друзья! Это Техмил Аналитика и с вами я, Артур Идзиатуллин. Сегодня мы рассматриваем с вами рынок труда, а именно первичные и повторные заявки на пособие безработицы. Напомню, что первичные заявки на пособие безработицы – это показатели, которые фиксируют тех людей, которые вот только потеряли работу и обратились за пособием. Повторные заявки на пособие безработицы – это показатели, которые фиксируют тех людей, которые побывали в категории тех, кто подал заявки на пособие безработицы в первый раз, и затем продлевают, по сути, вот эти заявки на пособие безработицы, и оказываются, собственно, в категории тех, кто подал заявку на пособие безработицы – повторы. Так вот, данные, которые у нас появились вчера в четверг, показывают, что тенденция в снижении первичных заявок на пособие заработать, она сохраняется. Но, что важно, два последних показателя, то есть за первые две недели июня, они были пересмотрены в худшую сторону. Во-первых, этот показатель у нас вырос сильнее, чем ожидалось. Вот этот показатель был пересмотрен в худшую сторону. Это уже нам говорит о том, как развивается ситуация на рынке труда в США в июне. Хуже, чем в мае. Собственно, вот эта тревожная динамика во первичных заявках, она также отражается и в повторных заявках, но больше всего нас беспокоит в повторных заявках это залипание. Показатели, что имеют в виду под залипанием. Произошел у нас этот рост в повторных заявках, но затем не происходит снижение. Показатель устойчиво находится на этих уровнях. О чем это говорит? Ну, это говорит о том, что люди, которые нашли работу по какой-то причине, которые потеряли работу и получают пособие, обращаются за ним повторно, они не хотят искать работу, они хотят получать пособие безработицы. Нужно также заметить, что вот этот показатель повторных заявок, он у нас не жесткий, он у нас, по-моему, так говорить, текучий. У него происходит текучка, то есть люди туда прибывают, люди оттуда отбывают. Так вот, приток у нас людей, это те, кто продлевает свои первичные заявки, как мы видим, он у нас продолжается, он у нас происходит, но в то же время отток людей, то есть те, которые находят работу, он у нас происходит меньшим темпом, как мы видим. Поэтому у нас проявляется вот эта жесткость, отток людей из вот этой категории, те, кто получают пособие безработицы повторно, происходит слабо. И этот показатель у нас демонстрирует вот такую вот жесткость. Вялое снижение показателя, как я уже сказал, оно говорит о том, что вот этот отток ослабевает, и это получается, что меньше, чем ожидалось людей, выходит на работу. И на самом деле для этого есть серьезные причины, так как пандемия, она ограничила возможность людей в США не только найти работу, но и вести поиск работы. Правила по выплатам пособий, они были в США упрощены, они были изменены. Чтобы получать вот эти пособия, безработному теперь не обязательно быть в статусе активный поиск работы, не обязательно ему искать работу, достаточно просто потерять ее в период пандемии. И встает вопрос, о чем же нам говорит этот анализ. Во-первых, это высокий моральный риск, который породило правительство. Напомню, что моральный риск – это когда одна сторона у нас застрахована от потерь, которая возникает вследствие того, что она берет риск на себя, и поэтому у нее есть стимул рисковать, брать на себя риск. Так как правительство, по сути, страхует доход безработных, у них нет, получается, мотивации искать работу. И эта тенденция, возникновение вот этой категории безработных особого типа, которые не стремятся искать работу, оно порождает у нас искажения в подсчете уровней безработицы. Мы знаем, что безработный у нас классифицируется как человек, который потерял работу и который активно ищет ее. Собственно, вот эта категория безработных, которые потеряли работу, но которые совершенно демотивированы искать работу, она не выпадает, не входит в эту категорию безработных, и, собственно, не захватывается этим показателем. То есть, по сути, та безработица, которую мы наблюдаем, которую нам предлагают данные, в том же самом non-farm payrolls, она не захватывает вот эту категорию безработных, демотивированных работников, но которые получают пособие. Другими словами, вот эта у нас социальная страховка, которую правительство придумало, вот эта схема вознаграждения за безделье, собственно, безработных, она вот таким необычным образом занижает, на самом деле, реальное число безработных в США и будет держать его так, и будет создавать это искажение, пока государство страхует доход, эта ситуация будет оставаться. Но я хочу напомнить, что так не будет продолжаться бесконечно, у нас есть всего лишь 6 недель, то есть до конца июля, пока вот эта схема действует, пока вот эти выплаты, в том числе пандемические, действуют. После того, как эти выплаты закончатся, вот эта категория демотивированных работников, которые получают пособие, они, получается, переместятся в категорию, которая ищет работу, и вот поэтому у нас создается риск вот этого сюрприза, в том, что может произойти вот такой резкий рост безработицы. Если мы посмотрим, а действительно ли существуют эти демотивированные работники, которые, по сути, вывали из трудовых ресурсов, из рабочей силы, то видно, что вот действительно у нас произошло вот резкое падение уровня участия в рабочей силе, произошло очень сильное падение, если посмотрим в контексте большого, даже мы берем очень, это вот падение получается до уровня 74-го года, очень сильное падение на самом деле произошло. Действительно, очень много людей у нас переместилось из безработных, они остались безработными, но переместились в ту категорию, где они не учитывались безработными, и это на самом деле проблема, она будет продолжаться пока, государство, как я уже сказал, страхует вот этот доход в виде пособия безработицы. Исходя из данных по пособиям безработицы, мы уже можем сделать вывод, что уровень безработицы в США у нас сейчас как минимум 14%, официальные показатели от департамента туда в США это 13,3%. Если мы берем как максимум, если мы пытаемся рассмотреть максимум, то у нас уровень безработицы составляет примерно 20%, почему? Потому что есть еще те, которые получают специальные выплаты по пандемической программе, если мы их учитываем, уже у нас уровень безработицы составляет 20%. Вот эти данные по пособиям безработицы, которые мы рассмотрели, особенно вот этот график, к чему он нас призывает? К тому, что нужно с оздорожностью относиться к резкому росту рабочих мест в мае. Импульс может быть кратковременным и неустойчивым как раз в собой, исходя из того анализа, который вам сегодня предложим к рассмотрению. Этот вывод, он также соответствует и замечанием банкиров от Центрального банка, вот Ларетта Местер, да, у нас есть такой чиновник из Федеральной резервной системы, она заявила, что по ее наблюдениям фирмы неохотно стремятся возвращать работников на рабочие места сотрудников. Глава Федерального резервного банка Атланты, Рафаэль Бостик, он сообщил, что напросил в своем регионе представителей из ресторанной индустрии, и вот он сделал такой вывод, что 20-30% предприятий, они уже не откроются, вот этот перманентный удар, перманентные потери для американской экономики, именно в ресторанной индустрии, они произойдут действительно, что должно будет повлечь за собой возникновение структурной безработицы. Именно как раз из того, ну структурная безработица как раз у нас возникает, тогда, когда у нас увядает какая-либо отрасль, либо появляется вот такая вот постоянная, перманентная безработица. Вот, собственно, мы и смотрели вот эти основные нюансы, которые нужно иметь в виду в оценке, в анализе вот этих данных, очень важных по рынку США. На сегодня у меня все. Спасибо за ваше внимание. Увидимся в понедельник. Продолжение следует...